Ну и что, друзья, сегодня я вам запишу вторую часть обзора мотоцикла Kawasaki Ninja ZX10R 10 года. Восьмой, девятый и десятый, там отличие только в пластике, в принципе, в котором он выходит. А так, не знаю, какие, может, внутренние доработки, где-то что-то облегченное, но особо разницы там никакой. Но я некие доработки сделал, прошивать я все-таки не буду, у нас дорог здесь нету, валить нема где-то, в драгах я не участвую. Поэтому, ну какой смысл мне платить там 300-400 евро, чтобы у меня был выход на 0,3-0,4, возможно. Но какой смысл? Ну, я лично не вижу смысла, мне нет такой нужды. Да, там, возможно, подымутся чуть-чуть в низкие, повыше подымут их будет, но, как по мне, мне этого достаточно. Я не стремлюсь там к каким-то супер-пупер скоростям, потому что у нас дорог-то нету. Вот сейчас самое главное, не мать где понаваливать, там, прочее, ну, такое чисто. Вот, поэтому еду сейчас за своей малюткой. Давай уже, поворачивай, поворачивай, мне тоже, как бы, поворачивать надо. Ну, ты такой, конечно, интересный товарищ. Вот, сейчас едем, заберем, съездим, замеряем скорость нашу, как мы это делаем обычно. Проведем все эти замеры, покажем вам, что я поменял, что поспособствовало приросту скорости и прочее. Скажи, каково тебе сидеть на мотоцикле, на КВС Акинидзе ЗИКС 10Р? Все так же, плохо? Или ты уже привык? Нет, почему плохо? Уже хорошо? Уже привык? Да. Молодец! Это у тебя срака прикольная. Что, едем на фонтан купаться, как обычно? Так, а что ты? Ты знаешь, я тебя люблю. Если бы ты пожелала покататься, покупаться на фонтане, я бы поехал, поснимал бы тебя, как минимум. Как ты купаешься. Быстрый сил. Быстрый сил бегала там, купалась. Да? Любовь моя, всей моей жизни, моя, моя деточка. А? Что ты такая? Что-то вкусно так же. Конечно. Я же вкусненький. Вкусненький старичок. Да? Да. Мам, да. Ты без ротовы глядай, на тебя поглядай. О, да. Мама дома? Нет. Да? Нет. Блин, так хотел по строке шлепнуть. Она не дома. Детка. Давай, Диана идет, мы сейчас на заднем проедемся возле нее. Что? На заднем проедемся. Возле кого? Возле мамы. Она не дома. Так, Диана, давай проедемся, я же тебе говорю. А ты узнаешь. Мы сейчас дадим, чтобы она вообще там сказала. Не, ладно, все, больше не будешь с ним ездить, а. Да? Девица, какая срака. Да, детка. Больной. Да. У тебя, как всегда, пихта на голове. Ну и что? И то. Ну, что я могу сказать, друзья. В управляемости он довольно-таки удобный. Сначала, конечно, ты не привыкаешь, смотря на какой посадке ты ездил до этого. Да, она более такая креветочная. Но ты привыкаешь. Я уже через неделю ездил на нем вообще. То есть спина побаливала всякие, конечно, моменты были. Но привыкаешь, привыкаешь. Поэтому работа спидометра у него до 6000 едет так в тихом режиме, скажем так. А дальше идет взрыв. Дальше просто бешеный взрыв. Я не знаю. Но это для меня комфортно. То есть такой городской режим. На второй, третий лайтово можешь ехать. Можешь увалить. Как тебе нравится. Как пожелаешь, как говорится. Вот сейчас, смотрите. До 6000 он едет вообще. Так, лайтовенько. Только чуть-чуть поднажмешь. Вот как сейчас с этим аккордом мы его догоним. Вот. Вообще. Он дурной становится. Офигеть может. Это вообще пушка. Подрывается на второй. Елки-балки. Но это после неких манипуляций, конечно же. А тут о правилах пешехода, конечно, мало кто знает. Не знают, что надо остановиться. Сначала посмотреть, есть ли транспорт. Готов ли он остановиться. Нет. Идут. Просто идут. Вот она боль. Нашего города. Ну, что поделаешь. Вот для этого и нужны светофоры. Чтобы такое было. У нас тут, может быть, даже намечается заруба. Легенькая. Сейчас посмотрим. Что это будет. Как раз заценим с двойкой. Это если он по прямой поедет. А если нет, то сами поедем. Не гоняется. Просто едет. Стесняется, что ли. Вау, ненька, аккуратненько ездит. Спасибо. 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 274 с тройкой Но с Дианкой я еще так не ездил Нормально, да? Неплохо, весьма неплохо Развернемся Где-то едет На Кремень поехали, если что Объезжайте уже Ну что, нормально? Да С тобой рекорд 274 Ого А Да Да Поехали Это было интересно Сейчас под заснимем Еще раз проедемся Но только сам Я хочу сделать 299 Вот это будет уже поинтересней Ветрено, конечно Так Некомфортно Да Ну я думаю мы сможем Запросто это сделаем Хорошо Я в принципе вам сразу скажу Что это было Я просто прямо точную трубу поставил Ему легче дышать стало И все В принципе В принципе на этом и все И уже скорость довольно таки Очень хорошо изменилась Вот Сейчас я высажу тут Дианку Чтоб она засняла Как мы будем проезжать Вот И сделаем интересный результат А ну спрыгни Подснимешь меня Проедусь И вот эту вот историю Снять бы Сниму ее полностью Достань телефон Можешь на свой снимать Не важно Я сумку тебе оставлю Чтоб мне удобно было ехать Сука Трассы блять Епаны в рот Не дали блять Сука заснять нормально Ну ёп твою мать Я так вот всегда блять Вечно какая то хуйня выскочит блять Трассы блять Ой блять Будем делать второй заезд блять Там никого нема Это пиздец блять Ну сука Оу Оу Я не знаю блять В ручхе тут таке происходит Камера болтается тут Пиздец Страшна как всегда вторая попытка у нас неудачная будет наверно но мы поедем не дают не дают пиздюки нам разогнаться ну ёб твою мать это пиздец ну ёб же вашу мать сука почему вот объясни почему бля такой турне я не буду хотя срэйс не буду хоть и срэйс были все цц да там еще случилась какая-то авария что-то чувак вылетел здоровье поэтому не буду а 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 ну что сделаем замеры а 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 обалдеть я просто не стал переключаться на шестую из-за того, что думал что 2.99 даст из-за этого на пятой поэтому 296 вроде я видел вообще отлично ой охренеть охренеть все хорошо идет красота красота главное, чтобы ничего не пораскрывалось охренеть вот это я понимаю аппарат главное, чтобы все четко было правильно? а четко? это как? это вот так красота 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 ух что касаемо расхода кстати вот я сейчас заправил 12 литров давайте посмотрим сколько я проехал у нас 157 километров я считаю это даже почти 158 это расход вообще хороший как по мне поэтому сейчас поедем поговорим о технической состоявляющей что там сейчас отъедем отъедем чтобы людям тут не мешать мы могли вам все показать где-то тут встанем красиво вот тут вот тут довести стоять поэтому данный мотик вообще как по мне хорош хорош я сделал некие видоизменения зеркала вот эти вот поставил ручки складные удобненькие коротенькие трубу поменял что и дало прирост такой мощности запись выхлопа это акропорий а это выхлопа сейчас поскольку выхлопа воздуха он поменял вот тут такая крышечка была тоже не посчитал нужным чтобы она была перекрасил все и вот так ну и да и ручки поменял пришлось поменять тут они были серебристые если вы помните потерял один грузик вот этот с той стороны и пришлось менять бы отдельно не купишь нигде ну и заодно ручки то короче четко что касаемо по ходу привыкать конечно надо к посадке креветочная посадка но в принципе нормально я же говорю за недельку ты уже будешь как огурчик на нем ездить да настроить подвеску можно все так же регулируется вот и снизу точно так же точно так же под ключ саму пружину можете именно под себя подгонять и прочее точно так же там с вилкой как сверху так снизу так и под ключи все регулируется все делается да он не такой наверное мягенький как была девятка но он себя ведет достойно мотик дарит эмоции узнают все из-за этих дисков еще конечно ярких ну дает впечатление вообще суперские суперские я не знаю даже что еще сказать свет пытался найти купил на алиэкспрессе тут же один горит ближний у нас постоянно а другой дальний то говно взял конечно вернул назад желтую то есть у меня одна желтая дальняя другая ближняя белый хотел белый найти поставить но нету одни говорят лучше оставь желтый так как в противотуман точнее в туман белый будет отбивать ничего не увидит желтый самое то ну пока поезжу с желтым один желтый другой белый все что касаемо каких-то других составляющих не знаю есть короче одна болячка за x10r с 8 по 10 год вот из этой крышки бывают потеки вот вот этот вот косячок это есть болячка ни в коем случае там нету никакой серьезной поломки вы можете эту крышку снять что я в принципе тоже сделаю и посажу ее на герметик вот есть уплотнительные всякие специальные резиночки там из металла разная но я думаю герметик неотменная вещь протереть на холодную это все сделать дать ему ночь постоять и будет все хорошо работать все все вот все что вам в принципе нужно знать обязательно если у вас такая местность как у меня пыльная воздушный фильтр давать ему дышать мотоцикл иначе все масло будет выплевываться заплевываться короче будет создавать вакуум мотик то будет ехать но вам создаст дискомфорт польется масло с трубок с воздуха на все польется на колесо где то будете ехать в повороте просто упадете вот и все вот вам банальная причина что может произойти обязательно следите за воздушным фильтром раз в три недельки может раз в недельку не знаю заглядывайте туда прочищайте продувайте и ты шо это ваша безопасность в первую очередь так шо все в принципе все остальное я вам покажу как мы ездим катаемся как в городе все в принципе довольно таки удобно мне все лично нравится я не знаю без нареканий вот такая вот тема по городу катаемся на второй третьей в принципе то нормально комфортно очень комфортно как я и говорил до 6000 едет обычно а потом вот такая херня демон елки-палки это вообще просто демон ну это такое наслаждение я еще хотел подметить вам знаете почему нужно чистить топливный фильтр вчера видео которое я снимал вот это последний раз я заехал вот это что у меня не получилось я расстроенный все знаки были на это что фуры не дают еще кто-то выйдет короче я останавливаюсь сотрю у меня левая сторона иди вылаживать косая вся в масле выплюнуло масло короче через воздухан по трубкам вот это все накапало я думал с крышки пока домой не приехал не обследовали говорю ну давай залезем в воздухан и у воздуха нет масла оно просто выдавливало его и все из-за того что создался вакуум забитый фильтр был настолько я его снял он весом был как в три три фильтра вместе это просто ну только представьте представьте что бы это могло быть где-то я вылаживал влево на скорости и все и я бы лег сам или с кем-то не знаю но вот такое бы произошло поэтому будьте внимательны обязательно фильтр это просто номер один с тормоз назад ёб твою мать давай давай газуй едь давай давай ровно давай ты вокруг должна без ног вообще не дотрагиваться даже давай 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 я думаю у тебя получится давай баланс держи понял да давай без рук должна полностью проехаться ёптаю вот ты хочешь сказать что ты в миссии есть ты должна проехаться вокруг не дотрагивал ногами вот и все байкер ну что друзья вот такой вот получился обзорчик что вы думаете по этому поводу и я думаю это достойно того чтобы вы прокомментировали поделились возможно вы тоже на таком ездите может у вас есть какие-то проблемки напишите обговорим ну в принципе все если ты не здесь то ты негде подождите Продолжение следует...